Смирная казница Короче, до завтра Привет, меня зовут Миша Ронкенен Я путешествую по миру и рассказываю о том, как живут простые люди И недавно я успел сделать то, что теперь сделать невозможно Незадолго до пандемии я совершил кругосветное путешествие Наверное, это было одно из последних кругосветных путешествий в истории Через несколько месяцев мир закрылся На замок В моих видео из кругосветки Ты и я, мы вместе вернемся в тот дивный мир, что потеряли Мир без вируса, без паники Без масок Мир, в котором были дешевые перелеты Мир, в котором в принципе были перелеты между странами Обязательно досматривай это видео до конца и все остальные тоже Итак, чтобы замкнуть кольцевой путь по нашей планете Ушел почти год моей жизни Я не просто дико гнал, как сапсан Я останавливался в самых интересных местах на неделе и даже месяце В Антарктиде, в джунглях Амазонки, в Корее Ролики я начну выпускать не совсем хронологично По идее, мое путешествие началось с Антарктиды, потом была Африка, Южная, Северная Америки, Корея, Ближний Восток, но начну я с Южной Америки Ну, в смысле, это не Южная Америка Через 30 секунд будет Южная Америка В следующих роликах объясню, почему А пока Южная Америка Парагвай Уверен Многие о такой стране и не слышали Я тоже не слышал, если честно Но она есть И в нее были самые дешевые билеты из Африки Ох, с тремя пересадками Двое суток я летел Ой, так, стоп Барагвай Маленькая страна в глубине Южной Америки Без выхода к морю Живут здесь 7 миллионов человек Чуть больше, чем в Петербурге На этом сходство с чем-то российским не заканчивается Парагвай, как и Россия Постоянно скатывается в диктатуру В 19 веке здесь 25 лет 25 лет Правил некий Хосе Гаспар Родригес Чей официальный титул тупо так и назывался Верховный диктатор Хосе Гаспара можно назвать Прадедушкой тотальных карантинов Он нахрен закрыл Парагвай От всех вообще на 25 лет Заметьте, в 19 веке Когда это еще не было модно Страну запрещено было доставлять товары И вообще приезжать До кучи были запрещены газеты Высшее образование И даже городские мэрии Уже в наше время Власть Парагвая захватил Альфредо Стресснер Знаете, от человека с фамилией Стресснер Вообще, в принципе, хорошее вряд ли ожидаешь Ну, так и вышло В этот раз парагвайцам терпеть диктатуру Пришлось уже 35 лет Все эти годы страна чахла под военным положением Стресснер официально объявил войну всем, кто против него Таких людей сажали, убивали, всячески гнобили Попутно Альфредо отстраивал страну Вернее, даже две страны, как это обычно бывает при диктаторских режимах Одну хорошую для своего окружения Вторую Вторую для всех остальных Стресснер кончился в 1989 году Но два парагвая видны и сейчас Вот столица страны Город Асунсьон С виду нечеток, современно Вон даже бассейны на крыше небоскребчиков есть Но это лишь микроскопический кусочек города Поднимаемся выше и смотрим общую картину Что это на ней? На ней просто распухшая деревня Это и есть настоящий Асунсьон Чем заняться в этой деревне, не знают даже местные Что интересно в Парагвай? Не знаю Серьезно? Да Поняли, да? Но заняться нечем лишь в Асунсьоне Википедия подсказывает мне, что на западе страны стоит городок Сьюдат-дель-Эсте Который также называют городом-муравейником Или, что мне нравится больше, вонючей подмышкой Южной Америки Почему? Объясню чуть позже Сейчас уже нет времени, я бегу на автовокзал Покупать билет Помчим в вонючую подмышку Дорога к автовокзалу долгая, пробочная, но забавная Каждый светофор в Асунсьоне как центр торговый В России такое в электричках встречается Ставь лайкос, если покупал Пять шариковых ручек за 10 рублей Пластырь пятного водителя всей грязи на свете Камбат-батяня-батяня-камба Ну, в общем, ты понял Так вот, в Парагвае такое на каждом светофоре Торгуют бананами, папайей, это дальний родственник капусты Моют стекла и фары, этим занимаются дети потрепанного беспризорного вида Развлекают не псевдоафганцы с песнями о войне, а гимнасты Шоу-программой длиною в красный сигнал светофора Страна бедная, каждый зарабатывает как может Пока горит красный и машины стоят Никто, знаете, так вальяжно не высовывает в окно руку с горящей сигареткой, как у нас В Парагвае вообще табак где-то в подвале топа вредных привычек На первом же месте нет, не алкоголь Парагвайцы поголовно, круглосуточно упарываются матэ Матэ это чаек из листьев дерева, который растет почти только в Парагвае И в стране настоящий культ матэ Здесь его пьют с таким остервенением и упоением, как нигде в мире Вообще все пьют Девушки пьют, парни пьют, бабули, дедули, богачи, их охранники И повсюду На остановках, на лестницах, хлебают матэ, пока тебе обувь чистят Прямо на рассвете, знаете, сразу после душа Каждый Парагваец берет термос, который называется колебас Забивает его на две трети листьями чая Заливает горячей водой и весь день подтягивает жижицу из трубочки Трубочка называется бомбильей Закончилась вода, долил новый и вперед, навстречу кофеиновому расслабону Да, фишка именно в ядерной дозе кофеина Его в листочках матэ, как в Нескафе Блин Голд Но я матэ пить не буду Впереди долгая дорога, хотелось бы проспать ее Отправляемся на автобусе в Сьюдат-де-Лесте Во времена Альфреда Стресснера этот город назывался Стресснер Диктатор себя дофига любил Из-за этого имя города на советских картах не указывали Альфреда был ярым борцом с коммунизмом Нельзя его имя на советской-то карте На автобусе мы в Сьюдат едем потому, что в Парагвае не ходят поезда Железнодорожный транспорт парагвайцы просрали Это частое явление в странах, которые переживают упадок Зато в таких сразу растут буйным цветом автобусы Много их, всяких разных Я покупаю билет на автобус компании... Наса? Нет, это не НАСА, но рядом И логотип похож Прям межпланетные автобусные перевозки Впрочем, с такими удобными сидушками можно и на Марс Под ноги откидывается мягкая пластина Кресло опускается градусов на 50 Ну, почти кроватка Поехали! Нас ждет жопа мира! Нас ждет жопа мира! Нас ждет жопа мира! Нас ждет жопа мира! Южноамериканская ночь Сюда де Лесте встречает меня тишиной Мигающими как в ужастиках огнями и бомжами Все как я люблю! Самое время, знаете ли, для постоянной рубрики этого блога Спящие бомжи под балалайку И знаете что? Даже в путешествиях по таким дырам можно зарабатывать удаленно Если ты разработчик сайтов и приложений, например Выучиться на него несложно Онлайн-школа Skill Factory как раз набирает желающих Работать из таких дыр, или из дыр повеселее Или вообще из любых дыр, или даже из саун На курс обучения разработки на питоне Питон тот самый язык, на котором написаны сайты гугла, например Приложение инстаграма тоже написано на питоне Сомневаюсь, что гугл писали из Парагвая Но гугл писать и не обязательно Найти заказов, чтобы зарабатывать несколько сотен тысяч рублей в месяц Если ты разбираешься на питоне, совсем не сложно Skill Factory обучает питону с нуля Какие-то спецнавыки не нужны Программировать сможет научиться и школьник, и студент И уже взрослый человек, и даже совсем старый А с промокодом ПОЕХАВШИЙ на курс FullStake разработчик на питон Приятная скидка 55% Да еще и получишь целый Дед Морозов мешок других курсов в подарок Например, курс по созданию телеграм-бота Гид по составлению резюме Микрокурс по софт-скилз и многое другое Ссылка где? В описании Переходи и умней Итак, почему это место назвали вонючей подмышкой Южной Америки? Сьюда-де-Лесте это город Черкезон, город-торговый центр Стоит он на пересечении трех границ Парагвая, Бразилия, Аргентины И официально объявлен зоной беспошлиной торговли Такой гигантский дьюти-фри Гигантский... Да такого прилагательного еще не придумали Сьюда-де-Лесте третья в мире по масштабу свободная экономическая зона После американского Майами и азиатского Гонконга Город приносит Парагваю, внимание, 60% всего бабла, что есть в стране Купить в Сьюда-де можно все От микроскопов до Sony PlayStation 1, золотых кальянов и пистолетов Этот пистолет, наверное, муляж, но не сомневаюсь, что где-то здесь можно купить и настоящие И организовать восстание В Латинской Америке, знаете ли, любят так развлекаться Народ в Сьюда-де отовсюду На каждом торговом центре написано имя страны, чьи выходцы этот торговый центр держат Китай, Индия, Македония, США, да тут даже консульство Турции есть И запах, ооо, запах в Сьюда-де стоит соответствующий Как будто со всего мира туалеты собрали Потрясающее, но слишком вонючее Карта подсказывает, что напротив, в Аргентине есть место антипод вонючей подмышки Водопады Игуазу, одни из крупнейших водопадов мира Туда и отправимся, проветрим немного голову И легкие Ну что, отправляемся на водопады Нужно дойти к мосту Я его уже вижу, знаешь, он прямо передо мной, этот мостик Который является собой границу между Парагваем и Бразилией Дорога в Аргентину лежит через кусочек Бразилии А чтобы попасть в Бразилию, нужно перебраться через эпичный мост Официально он называется мост дружбы, но... Но это скорее мост контрабанды Текс, и что через него ходит? На границе творится полный хаос Все куда-то движутся, сигналят На пограничников никто внимания не обращает, будто их и нет Да, они и не навязываются, даже штампы в паспорте не проверяют Можно тупо пройти мимо Идеально для нелегалов, но я легал, знаете, мне скрывать нечего Самый простой способ добраться на ту сторону, это на мотоцикле За 6 долларов меня довезут прямо в Аргентину Впервые перехожу границу на мотоцикле Но до Аргентины мототаксист меня не довозит Оказывается, он только до Бразилии едет А дальше? Дальше пересадка, как в московском метро, блин Окей, ищем пересадку на следующую мото-линию До Аргентины отсюда еще 5 минут Самое интересное, если едешь в Аргентину, то штампы у бразильских пограничников ставить не надо Просто рай какой-то для нелегалов и преступников Хочет сотню Я еще даже не начал торговаться, он до 85 сбросил Хорошее начало, торгуемся дальше тогда Сомневается Нашел другого парня, который согласен за 60 Теперь в Аргентину Собственно, вся Бразилия Такая вот стремительная, пятиминутная Успела только заметить, что она солиднее, богаче Парагвая Бразильские торговцы в пробках чуть ли не в костюмах по рядам ходят А товар предлагают на подносах с пелоснежными салфетками Добрались ровно до середины моста и парень показывает, что ему туда нельзя Все, парень, ты нарушил закон Ты в Аргентине, наручники Ну вот я и в Аргентине, три страны за 15 минут, нигде нет очередей Все чрезвычайно просто Если у тебя русский паспорт, то виза не нужна ни в Парагвай, ни в Бразилию, ни в Аргентину Теперь надо бы добраться до водопадов этих потрясающих До них еще несколько километров Пойдем Аргентина – восьмая по территории страна мира Ее столица Буэнос-Айрес – один из красивейших городов земли Но до сюда красота Буэнос-Айреса не добивает Вокруг типичная провинция Не было бы так жарко и влажно, подумал бы, что у бабушки в Кемеровской области Вон дети в грязи играют, вон коровы жрут траву Прям Ленинск-Кузнецкий Ой, ой, а это что? Флаг России? Я что, реально в Ленинске? Россия – флаг 2 Один флаг, но белый, белый, белый Аргентина – миссионы Миссионы – провинция Да, это флаг провинции, в которой находятся водопады Точно такой же, как у России, только перевернут Ну и, кстати, это место, где я нахожусь по отношению к России, тоже перевернута Россия в северном полушарии, это в южном, так что вот Посередине своей кругосветки я внезапно получаю такие напоминания о родине Она не дает о себе забыть И расстояния в Аргентине оказываются совсем как в России То, что на карте казалось парой километров, на самом деле все 20 Фух, мне надоело идти Давай стопить Холла, ватерфоллс Бабу, бабу Правда? Я Мика Матияс Бали Бали Я из России Руссия? Россия, Руссия 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 Видно, что они крутые люди, просто по лицам видно, что это хорошие люди Ты живешь здесь? Из Аргентины? Да Спасибо за стоп Плакер Ты идешь в Бонос Айрес? В Бонос Айресе В Бонос Айресе В Бонос Айресе Километры Километры Оказывается, ребята проехали на этой машине уже две тысячи километров Отчаянные Не зря этот мужик похож на Иисуса Может, все Вы путешественцы? Да В Бонос Айресе Вы путешественники? Да В Бонос Айресе Но разговор не клеится, языковой барьер Большое время я был в Аргентине. Спасибо. Мы так же. Большое спасибо. Поздравляю вас. Найдем? Мика. Матияс? Матияс, спасибо Матияс. Спасибо, Бали. До свидания. Матияс, ты выглядишь как Джейзус. Джейзус Христа. Да? Да, немного. Иисус Христос, если брать христианство или пророк Иса, если брать ислам, не мог поступить по-другому. Большой респект Матиясу. Пойдем смотреть на фонтаны. Какие нахрен фонтаны? Водопады. Большая вода. Так переводится их имя с языка индейцев. Но Игуазу – это не просто водопады. Это еще огромный национальный парк вокруг них. К самим водопадам надо еще дойти. Мимо отмокающих в воде крокодилов, например. В общем, до этих водопадов, ты не представляешь, идет поезд. Я обожаю водопады. Я в восторге от поездов. А тут поезд, который идет на водопад. Ну, это просто парк моей мечты. Где же он? Здесь и правда самые настоящие пути. Узкоколейная железная дорога прямо в горах, которая ведет на водопаде. Где-то вдали я уже слышу раскаты падающих вод. Теперь найти бы станцию. Где она? Но на этот поезд я не успеваю. Он уезжает прямо в джунгли. А я и другие такие же неудачливые туристы остаемся наедине с бандитами. Пушистыми бандитами, которые требуют пожрать. Я не знаю, кто это, если честно. Вы кто? Ребят, вы кто такие? Парень, ты не скажешь кто-то? Я любитель кошек. Собак тоже в принципе люблю, но это и не кошки, и не собаки. Место, где едят люди, даже огорожено специальной решеткой полностью, так, чтобы эти ребята ничего не сожрали, не мешали людям есть. То есть это зоопарк, но наоборот. Эти длинноносые ребята ходят вокруг вольера, в котором сидят люди и смотрят, как те едят. Потом приходит вот такой парень с погремушкой и начинает их прогонять. И бедные ребята сваливают обратно в лес. Но сваливают ненадолго, снова начинают возвращаться. Неспешно, осматриваясь, они снова приходят. Фишка в чем, они безостановочно чешутся, я не знаю, что с ними там не так. Но мне кажется, их лучше не гладить, если я не хочу тоже так же чесаться. Извините, кто это? Квати. Квати? Квати. Почти коты, ты понял, да? Квати, коты. Ну ты же понял, да? С котами время летит незаметно. Вот уже и посадку на новый поезд объявляют. Небольшая, миленькая, туристская железная дорога, которая проходит в горах, идет сквозь арку из дико зеленых джунглей. Атмосфера здесь потрясающая, я не шучу. Очень приятно. По мне же видно, что мне очень приятно. Поезд приехал и все выгружаются наружу, потому что где-то здесь рядом водопады. Дорога лежит по узкому мосту, который сваями вбили прямо в воду. Бесконечная дорога по настилам, которые идут прямо на дельты реки. Очень коричневой реки, видимо, она течет из каких-то глиняных мест. И по этим настилам я иду уже дольше, чем ехал через три страны из Парагвая в Аргентину. И они все не кончаются и не кончаются, а водопадов все нет и нет. И знаешь, тут такие однообразные пейзажи, что, мне кажется, они по кругу идут, эти настилы. И это такая злая шутка аргентинцев. Опа-на! Это что ли большая вода? Но хорошо видно водопады только с дрона. С моста все фоткаются тупо у белого облака. Смотрите, я и брызги. Ничего больше не видно. Надо дрон поднимать, иначе фотки как у прорвавшей канализации получаются. И все-таки, знаете, фотка я и прорвавшая канализация была бы безопаснее. Потому что вот я опускаю дрон, и видишь, жду я его уже не один. В общем, запрещено летать на дронах в аргентинских национальных парках. И поэтому меня тут, в общем, забрали. Я не ожидал, что вот где-где в аргентинском национальном парке меня местный силовик, охранник, полицейский, рейнджер. Ты рейнджер? Да. Рейнджер, аргентинский рейнджер меня захватит и поведет в участок. Сейчас посмотрим, что со мной буду делать. И не знаю, возможно, тут смертная казнь за такое. Внезапно мы встаем посреди дороги. Нету ничего вообще. И рейнджер говорит мне, выходи. Я такой, в смысле? А он, там тукан. Тукан Тайк, да. Все-таки, видимо, меня не будут расстреливать. Пожалуйста, контроль. Контроль дрон. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Меня отняли дрон. То есть флешку-то я успел вытащить. А вот дрона у меня теперь нету. Сказали, штраф оплатишь? Дрон мы тебе отдадим. Но штраф ты можешь оплатить. Только завтра. Сегодня уже ничего не работает. Да и то не факт, что завтра получится это сделать. Попробуй завтра оплатить штраф. Потому что дрон жалко, конечно. Хотя штраф может быть больше, чем дрон. Больше, чем стоимость дрона. Тогда мне проще уезжать из Аргентины сегодня. Короче, до завтра. Настало утро. И я пришел в центральное отделение этих товарищей рейнджеров, которые живут в доме, похожем на католический храм. Там даже купол есть. Пойдем посмотрим, что они там делают. И вернут ли они мне дрон за какую-то разумную цену. В общем, история такая. В офисе меня футболят от одного рейнджера к другому. С первого этажа на второй. Звонят кому-то бесконечно. Ой, а Энрике еще не пришел. У меня поздний завтрак, зайдите позже. Я бегаю, жду. Эх, прям Россией попахивает. Помните это? Вы где карточку открывали? В Сбербанке? А у нас Сберб. Идите в жопу. В итоге я слышу. Мы вам штраф выпишем. Вы его оплатите и дрон заберете. Ура! Уже кричу я, но рейнджер продолжает. Правда, выпишем мы вам его в течение недели. Подождете? Здравствуйте. Вот такое вот у меня вышло путешествие по вонючей подмышке Южной Америки. Заканчиваю его я на скамейке в Аргентине Пожирая чипос Спасибо за просмотр, дорогой друг Как-то кругосветка не очень удачно начинается В следующих роликах ты узнаешь, что случилось с дроном Купил ли я новый дрон Или, может быть, как-то сумел забрать этот Либо нашел кого-то, кто его забрал Поэтому обязательно, слышишь? Подпишись на мой канал Прямо сейчас, чтобы не пропустить эту информацию И все, что произойдет со мной в кругосветке дальше Мы с тобой увидим ее вместе Поставь лайк Напиши комментарий Скинь ролик другу, который собирается в кругосветку Или просто хочет обогнуть мир Пусть он посмотрит, как это выглядит на самом деле Все не так уж и просто Увидим с тобой мир вместе На, держи чипосино Ну ладно, сам съем Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok